Утром в 9 часов 5 числа я приехал, обнаружил свой автомобиль сгоревший, то есть сгорел полностью салон. Конечно, для меня это было большое потрясение, не ожидал, что так может случиться. Об этом происшествии сейчас напоминают осколки стекла и темное пятно на земле. На этом месте во дворе по улице Декабрьский событие у Юрия Виляк. 5 апреля горела машина Ниссан Сафари. Иркутянин рассказывает, как вспыхнул автомобиль, никто не видел. Ценную информацию могли бы дать видеозаписи, но, как выяснилось, камеры на рядом стоящем доме есть, а видеонаблюдения нет. У джипа 1999 года стоимостью 650 тысяч рублей выгорел полностью кузов. Выбиты стекла, помята дверь, а внутри не осталось ничего целого. Ремонт по примерным подсчетам обойдется в 250 тысяч рублей. Очень большой удар по бюджету, и на данный момент такой суммы я не располагаю. Не знаю, какие цели преследовал человек, потому что у меня ни долгов, ни врагов нету, никто зла мне не желает, и я никому не желаю зла. Что? Почему? Я просто в растерянности. Машина очень нужна, потому что живу за городом. Мне ребенка в школу возить, и мало ли что-то случилось. Теперь в некоторых дворах центральных улиц по ночам ставить машину мало кто отважится. Эти кадры нам прислал телезритель. Авторы в видео рассказывают, раньше в их дворе были припаркованы десятки автомобилей, а сейчас стоят единицы. Такая же ситуация и в других районах города. Автовладельцы систематическими поджогами всерьез обеспокоены. Сейчас говорят, машины поджигают часто, воруют очень часто машины, тоже слышу. Поэтому приходится ставить на платную автостоянку. Конечно, далековато от дома, приходится пешком ходить. Но, тем не менее, лучше безопасность, чем вот так. Конечно, страшно. Оставляешь и не знаешь. Простей, если может машина сгоревшая быть. В этот вечер горело здесь, там и где-то на площади декабристов еще. Ну и как бы я был взволнован чуть-чуть, что поскорее бы их нашли, что за люди непонятные поджигают. Опасения иркутских водителей понятны. Только за прошедшую неделю в областном центре сгорели 10 машин. А с начала этого года в огне пострадали 55. В 23 случаях установлено, что это был поджог. Заведено 21 уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Эксперты и криминалисты сделали вывод. Связи между происшествиями, скорее всего, нет. Как нет у злоумышленников и собственного почерка. Пироманы жгут машины без разбора, независимо от марки и пробега. Среди них есть и дорогостоящие модели, и отечественные вазы. Большинство из них спасти не удалось, и восстановлению автомобиля не подлежат. Туяна Немаева, Александр Мокин, Александр Барановский. Новости и сейчас.